Глава Эли Мелех, часть 2 Звезд и тонкий серп луны, наполняя округу сиянием чистым, словно невдомек ночному светилу, отчего голод неслыханный, страшнее, чем жестокий хамсин, на народ навалился. Кближе к полуночи один из добротных домов ненароком луна осветила, в окно заглянула. Там двое мужчин бородатых в беседе негромко и друг к другу склонились. «Недобрую весть я принес тебе, Боаз». И Боаз, хозяин, признал в вестнике Ноаха, домоправителя своего дяди родного Эли Мелеха. «Неужто еще горше, чем голод, что за грехи наши на нас навалился?» Боаз вздохнул тяжело и недоуменно глянул на ночного гостя. «Если пришел ко мне, говори, не томи». Ясно и ребенку, что голод нас поразил из-за греховности Бейт-Лехима. Ноах медленно слова выговаривал, страшась перейти к явному. «Со временем найдется грешник, но нам грозят еще адовы беды». «Неужто провидцем ты стал, Ноах?» Во тьме разглядел пришедший усмешку на лице хозяина. «Не в гости к тебе я пришел, Боаз, с надеждой, что ты сможешь помочь. Речь веду о дяде твоем Эли Мелехе, о господине моем, о братье моем, больше, чем братья. Ноах замолк, собираясь силами. Но я раб его, и обязан молчать, но не в силах молчать». К тому времени непроглядное облако навалило снобейт-Лехим, и во тьме собеседники едва различали друг друга. «Какой ты раб, Ноах?» – Боаз обнял его за плечи. «Ты друг нашего дома, и если решился прийти в полуночную пору, беда погнала тебя». «Неладное что-то творится с Эли Мелехом», – начал рассказ Ноах. «И прежде он к деньгам был неравнодушен, а нынче в опочивальне золотые слитки и шекели серебряные в сундуки укладывает. Повелел мне продать все зерно и скотину, в три дорога требует, а на прошлой неделе отправил меня в страну Муав. Как соглядатой обошел я города и селения. Вчера на рассвете вернулся, и Эли Мелех учинил мне допрос с пристрастием». «Ты догадываешься о чем-то?» «Мои догадки, скажу по-иному, мои опасения подтвердились, когда после утренней молитвы я встретил Наоми. С детских лет и все годы, когда стала женой Эли Мелеха, по утрам каждый мой день она озаряла улыбкой, а сегодня отшатнулась, ладонями прикрыла лицо, но разглядел я следы слез, и сердце мое отозвалось неслыханной болью. «Буаз, по воле ее, к тебе я пришел с недоброй вестью, тяжком и украдкой, так Наоми мне повелела». «Что велела передать Наоми?» «Ночью во гневе ей сказал Эли Мелех, за чей-то тяжкий грех, из-за которого голод вбеет лехими, я отвечать не намерен, нет единого судьи, оттого и народ судьи не боится. Вот-вот бедный люд поднимется против богатых и принудят дать им хлеб и зерно, а иначе силой отнимут. Не для того и дед, и отец, и я сам в поте лица на земле иудеи трудились, чтобы по ветру пустить богатство». «И еще сказал он Наоми, даже если потрачу большую часть своего имущества, все равно не смогу накормить всех, да и сам обеднею». И потому он решил на короткое время уйти из иудеи на поля Моава, уйти с женой и двумя сыновьями, пожить там, пока не минет опасность, и сохранить свое имущество. Тайком обливается слезами Наоми, но не может мужу перечить. «Словно страшный сон твой рассказ, Ноах!» Боас не скрывал тревогу. «Мой дядя велик в своем поколении, мне трудно поверить, что именно он, Элемелех, мой первый наставник в этот бедственный час вдруг поднимется и уйдет и повергнет в отчаяние нас, евреев и иудеи. Разве ты не последуешь за ним и Наоми? Не для того ли тебя отправил он на поля Моава подготовить его приход?» «Не о том речь ведем мы, Боас!» просила Наоми тебе передать слово в слово. «Молю тебя, Боас, не менее Элемелеха ты велик и знатен в своем поколении и быть тебе вскоре судьей в Израиле. Отговори его от грешной затеи, молю тебя, Боас!» В печали шептала Наоми, но словно криком кричала. Вдруг заметили двое, и стаяла ночь в предрассветном тумане отчетливый контур ветхих строений, с востока от пожелтевших полей Моава, от быстрых вод Иордана, от глади зеркальной мертвого моря, к иссохшей земле Иудеи. Торопится день новый, беды сулящий, жаркий, как костровое пламя. Когда подбежали к усадьбе Элемелеха, что в центре Бейт-Лехима на холме выселось, хозяйничал ветер во дворе опустевшем. Створки ворот, будто паруса, раскачивал, слонялись овцы и козы недоинные, двери и окна наглухо забиты досками. Работники и работницы, рабы и рабыни, растерянные, разбредались по округе. «Не успели мы с тобой, Ноах!» прошептал Боас. «Не успели!» в отчаянии подтвердил Ноах. Подобно раскатам грома разнеслись по городу разноречивые толки о внезапном уходе Элемелеха. Мужчины, старый млад, сбежали с городским воротом, где в молчании восседали почтенные старцы, взволнованные женщины обсуждали события в своем кругу. Нашлись очевидцы. Один, крича и размахивая руками, доказывал, что, несмотря на ночную мглу, видел, как груженый караван ослов и верблюдов уходил на восток. Другой слышал женский плач, третьего разбудил властный окрик Элемелеха. Когда Боас и Ноах подбежали к городским воротам, шум постепенно затих. Боас, как и его дядя Элемелех, пользовался неоспоримым авторитетом. Боас скажет, что это ошибка, мол, Элемелех ушел по делам неотложным во благо Бейтлехима. Но Боас молчал, оглушенный, как и все евреи, его земляки. Безмолвствовали старцы, и тогда слово сказала толпа. Элемелех не только богат, но уважаем и знатен. В этот горький час народ без него пропадет. Богом нашим молим, вернись, Элемелех. Настигнет кара тебя, Элемелех, ибо если богатый человек во время голода как трус бежит из земли Израиля, кара небес его настигнет. У кого мы будем теперь брать взаймы? Кто спасет голодных наших детей? Ноах, где ты был, когда задумал Элемелех свое подлое дело? Но Элемелех не совершил никакого греха. Он всего лишь ушел от своего народа. Но вспомнит Всевышний о жителях Иудеи, и не будет Элемелеха среди спасенных. И тогда вышел вперед Боас и обликом, и нравом, похожий на дядю своего Элемелеха, широк в плечах, высоченный, как кедр, в белый талит облачен. Руки простер к небу, и притихли евреи Бейт-Лехема. На Боаза только надежда. «Евреи!» – негромко сказал Боаз. «Братья мои дорогие!» Над примолкшей толпой, словно эхо, раскатисто «Р» отозвалось. «Забудем об Элемелехе, ему держать ответ перед небесами, если не совершит шву. А поступил он так в состоянии сильного возбуждения, утратив власть над собой. Его гордыня, его богатства, несчитанные, привели к греху. Забудем о нем! Нам о себе бы подумать!» Боаз перевел дыхание, увидел сотни глаз своих горожан, в них не только боль и безысходность. Вместе с отчаянием загорели случики надежды. «Неужели он пытается оправдать дядю своего?» – подумал Ноах, затерявшись в толпе, жадно ловя каждое слово Боаза. «Нам о себе бы подумать!» – уверенно повторил Боаз, повысив голос, словно пытался докричаться до каждого еврейского сердца. «Вы спросите, что мы должны делать?» «Отвечу!» «Не делать злое в глазах Господа!» «Ведь замкнул он небеса над всей Иудеей за наш великий грех!» «Евреи!» «Не слушайте Боаза!» «Он родня Элемелеха!» Из гущей толпы выскочил рыжебородый молодой человек, длинный, как жертв, исхудалый, кожа до кости, в глазах ненависть лютая. «Не валите на Господа! У богачей полная закрома хлеба! Они не сегодня-завтра вслед за Элемелехом покинут землю Израиля, а наши дети умирают от голода, у наших жен пустые груди!» «Что будем делать? Говори, Нафтали! Мы пойдем за тобой!» откликнулась взбудораженная толпа одобрительным гулом. «Силой отнимем зерно у богатеев!» Нафтали сбросил молитвенное покрывало, взмахнул им над собой, и в лучах палящего солнца оно вспыхнуло, словно пламя. «Нет!» закричал Боас. «Нет, евреи! Если единого судьи нет сегодня в Израиле, это не значит, что каждый может поступать, как вздумается. Не допустим голодного бунта! Соберем весь хлеб, что есть у нас в закромах, и разделим поровну, и будем день и ночь молиться. «Уйди с дороги, Боас!» раздался резкий крик Нафтали. Кто-то подбросил ему деревянный кол из ограды, и он как копье метнул его в Боаса. Народ застыл в ужасе. Боас стоял, не шелохнувшись. Всю жизнь он проявлял необыкновенную выдержку и старался держаться в тени. Но история Элемелеха, словно штормовая волна, выплеснула его перед согражданами, и он без раздумий взвалил на себя тяжкую ношу ответственности. И не дрогнул, когда деревянный кол пролетел у виска, угодил в каменную стену ближайшего дома и раскололся на мелкие щепки. Люди облегченно вздохнули. На их глазах совершилось чудо, и лишь несколько человек видели, как ловкий Ноах, в один прыжок, очутившись за спиной Нафтали, скрутил ему левую руку и дернулась правая с роковым копьем, и не пролилась еврейская кровь. Угнетенные, подавленные люди начали расходиться.